Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про мысли о суциде и прочих чувствах. Человек говорит о том, что везде в интернете написано про мысли о суциде, но ничего не написано о чувствах. И человек описывал ситуацию, при которой у него были мысли о суциде, но внутри что-то хотело жить и отгонял эти мысли. Значит, недавно у человека был другой эпизод, где у него были мысли о жизни, но что-то внутри хотело умирать. То есть все поменялось мыслями, и человек пишет, что не может понять только о мыслях, но не об этом внутреннем чувстве. Мне очень нужно разобраться с этой темой. Ну, дело здесь в том, что чувства не могут быть, так скажем, про смерть. Про смерть могут быть только мысли по той простой причине, что человеком смерть воспринимается как нечто абстрактное. Вот, в первую очередь, как нечто абстрактное, и на уровне чувств это не воспринимается. Надо сказать, что смерть вообще по отношению к человеку, пожалуй, выглядит как что-то... Вот, такое достаточно чужеродное, я бы сказал, вот, и именно, ну, именно вот по этой причине, по этой причине, как бы к смерти, у человека такое отношение и такое восприятие, что про нее могут быть только мысли. Вот, если внутри, например, вас, как вы говорите, что-то хочет умереть, да, или что-то хочет жить, то здесь, скорее всего, речь идет о недиференцированных чувствах, то есть о том, о тех чувствах, которые вы не осознаете и не замечаете. Вот, например, если вам хочется жить, то, вероятно, вы чего-то довольно сильно хотите, либо вот, ну, в какой-то степени прошиваете ценность чего-то. Если же вы хотите умереть, то, скорее всего, вы от чего-то бежите, скорее всего, вы от чего-то зажимаетесь, то, скорее всего, что-то вас как-то вот, значит, вводит, ну, в стресс, в состояние стресса. Вот, и от этого вам, соответственно, как-то вот, больно от этого вам, тяжело, неприятно и так далее. Вот, но в целом можно говорить о том, что конкретно вот о смерти люди начинают думать, когда они видят, например, смысла о своей жизни, в своей жизни, когда они видят смысла, либо, когда для них это выход из ситуации, то есть, когда люди, ну, вот чувствуют себя несколько не свободными, так скажем, да, просто вот. Именно вот, когда человек ощущается, да, не свободным, к сожалению. И, соответственно, сможет это выход из в результате аутоагрессии, наказания, обесценивания себя. Вот, это общие такие вот основные моменты. Понятно, что здесь есть еще. Ну, есть еще другие аспекты, их много, самых разных. Вот, и нужно отдельно уже смотреть, отдельно уже разбираться, где, что, что и как. Ну, пока что вот такой ответ. Для чего вам лично разбираться с этой темой, я бы хотел тоже по возможности понять. Потому что, если у вас как-то есть сложности, да, например, то, на мой взгляд, на мой взгляд, лучше именно их решать. Не выходя как-то вот за пределы, так скажем. Да, то есть не уходя в излишнюю такую, может быть, рационализацию, не выходя, может быть, ну, как-бы за предели, не выходя за пределы вашей собственной проблематики, понимаете. А пытаясь разобрать как-бы вот, ну, пытаясь разобрать что-то с точки зрения рационализации, вы не приближаетесь, вот, к сожалению, как-бы вот, ну, именно к решению своих сложностей, понимаете. Какая здесь вот есть, какой здесь есть неприятный аспект. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы, вот, по возможности, да, время бы свое и силы не тратили бы на это. Вот, ну, понятно, что решать вам и только вам, и понятно, что если, ну, вам очень хочется, да, там, как-то вот с этой стороны смотреть. То, конечно, но это, как-бы вот, на мой взгляд, является, ну, непродуктивным совершенно. Вот. Вот. Ну, такие два. А я надеюсь, что вам это будет, надеюсь, что вам это было интересно и полезно. То, что я рассказал, вот, ну, в данном случае, то, что я рассказал, надеюсь, вам это было интересно. Вот, надеюсь, вот, какую-то, какую-то пищу для размышлений вы для себя получили. Надеюсь, что для вас это станет каким-то, вот, ну, новым толчком, вот, в понимании, так скажем, себя, да, в понимании, вот, каких-то своих сложностей, каких-то своих трудностей, вот, надеюсь, что вы сможете в этой ситуации разобраться. Вот, хотя, конечно, имел бы смысл рассмотреть, вот, возможность обратиться к психологу, вот, потому что это часто довольно серьезная проблема, с которой человеку достаточно сложно самому разобраться, вот. И с точки зрения экономичности, с точки зрения практичности, с точки зрения полезности и безопасности слова, лучше, конечно, психолог, вот. И старайтесь побольше делиться с людьми своими переживаниями, вот. Понятно, что никто не заставляет вас говорить об этих вот мыслях, да, если у вас они есть, я имею в виду, ну, я про суицид говорю, если вы не хотите, то на каком случае, в общем-то, и не надо этого делать, вот, если вы не хотите. Но, как бы, если есть что-то, что вас, вот, беспокоит, да, если есть что-то, что вас волнует, вот. Ну, об этом, конечно, нужно говорить, вот, старайтесь не оставаться в этом смысле один на один. Самое что, ну, как бы, ничего хорошего из этого, в принципе, не получается, вот. Ну, никогда, практически никогда, поэтому, на мой взгляд, ну, как бы, рисковать не нужно. Вот. Я желаю вам удачи. Я хотел бы, вот, пожелать вам всего самого доброго. Я надеюсь на обратный фраз, вот, по моему ответу. Это могло бы помочь вам сформулировать для себя основные направления и основные вот посылаты, да, для психотерапии. Мы с большим удовольствием были бы рады вам помочь. Всего вам самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.